На краю карниза, поножовщина в шинном центре, сбил велосипедистку и ДТП на Ломоносова. На первом городском место происшествия. Это эксклюзив. Неподдельные эмоции. То, к чему равнодушным быть нельзя. Наши ролики и выпуски вы можете найти в соцсетях. Я Сергей Пичугин. Здравствуйте. И вначале о спасении ребенка на улице Павла Корчагина. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента на улице Павла Корчагина. Там 20 апреля днем на балконе четвертого этажа очевидцы заметили маленькую девочку. Ребенок стоял на карнизе и крепко держался за края лоджии. В любой момент девочка могла упасть. Прохожие тут же вызвали полицию и МЧС. А один из очевидцев, 38-летний Михаил Поляков, решился на операцию по спасению школьницы. Все подробности у Михаила Вагина. Телефон-то не можешь не делать? Картина более чем шокирующая. Девочка вцепилась в лоджию и стояла неподвижно на карнизе. У нее даже не было возможности перехватиться. Эти действия могли сразу закончиться падением. До этого козырька метров может быть 12, но это как бы достаточно упасть. Но на пути падения была спутниковая антенна, которая могла при падении ее развернуть. И неизвестно, какими частями тела она бы упала. В тот день Михаил вместе с другом остановился у этого дома, чтобы зайти в магазин и купить воды. Но покупку пришлось отложить. Мужчина тут же побежал в подъезд. В квартире на четвертом этаже никого не было. Удалось попасть только в квартиру на пятом этаже. Она цепилась, как бы не отпускала. Я ее успокоил, сказал, что не бойся, уже не упадешь. Аккуратненько ее в окно составил там. Видно, что взгляд испуганный был, но не ревела. Особой какой-то паники не было. В принципе, молодец она, занимается гимнастикой, сказала мне. Вот, поэтому, говорит, продержалась подольше. Вообще страшно за девчонку. Все, я провел. По словам Михаила, девочка не паниковала. После спасения она рассказала, что ей 8 лет и зовут ее Карина. А живет она не на четвертом этаже, а на пятом. Откуда спустился сам Михаил? Она сказала, что я вообще не на четвертом этаже проживаю, а на пятом. Я говорю, а как ты спустилась? Она говорит, мама с папой уехали по делам. Я пошла гулять. Я говорю, ты почему родителей не слушаешь? Она, ну, молчит. Понимает свою вину, но как бы ребенок есть ребенок. Там, в принципе, это можно было слезть, но это при моем росте, при ее росте. Я вообще не понимаю, как она слезла. Телефон заднем в Германии. С балкона на четвертом этаже Михаила и Карину с помощью лестницы достали уже сотрудники МЧС. Девочку тут же передали медикам. Известно, что она не пострадала. Тем временем следственный комитет начал проверку. По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Известно, что семья Карины на учете в ПДН не состоит. Родители были сами шокированы поступком дочери. А Михаил свой поступок героическим не считает. Когда служил в десанте, приходилось не раз спасать товарищей. Михаил Вагин. Место происшествия. Довольно своеобразные отношения работников шинного магазина закончились преступлением. Продавец дал коллеге задачу проверить шины перед продажей. Тот сначала отказался, а затем все-таки выполнил просьбу. Но, судя по всему, был чем-то недоволен. Судя по съемке, он ворвался в помещение, брызнул продавцу в лицо из газового баллона и ударил его ножом в бедро. Потерпевший обратился к врачу, а потом и в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Ответственность за это до двух лет тюрьмы. В одно мгновение лишилась велосипеда жительница Кирова на хлебозаводском проезде. Девушка ехала с работы домой, но ее вдруг сбил водитель с «Жигулей». Как это было, узнаете в нашем следующем материале. Водитель «семерки» предпочел оставить обстоятельства ДТП в тайне. А страховка есть? Нету. По словам велосипедистки Кристины, она ехала домой по тротуару вдоль хлебозаводского проезда. Девушка рассчитывала, что водитель «Классики» заметит ее при повороте и остановится. Я ехала, пустая дорога была, тротуар, вот он, вот, проезжала, машин не было. Видят ребята, что я заворачиваю, у меня есть все фонарики, передние и задние, что я еду. Я стала заезжать, на меня наехали. Кристина не пострадала, а вот ее велосипед восстановить будет крайне трудно. Погнута рама, оторваны втулки, есть и другие повреждения. Предлагали деньги. Сколько? Они у меня спросили, сколько я сказала, верить в свои полкини. Предлагать перестали. 50 тысяч рублей для того, кто не может оплатить себе страховку, это серьезные деньги. Девушке оставалось только вызвать и ждать сотрудников ГИБДД. Скорее всего, компенсировать ущерб ей придется через суд. Сергей Пичугин, место происшествия. Стали известны подробности воскресного ДТП на Октябрьском проспекте. По данным ГИБДД, ночью очевидцы сообщили в дежурную часть информацию о пьяном водителе Лады Веста. Вскоре сотрудники ДПС обнаружили машину на улице Профсоюзной. Однако по требованию полицейских останавливаться автолюбитель не хотел. Он устроил сначала погоню, а потом и ДТП. Далее автомобиль совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем ГАЗ. В результате происшествия оба водителя получили травмы. За рулем легкового автомобиля находился 28-летний житель города Кирова. У него взяты биологические среды на определение состояния опьянения. По словам очевидцев, во время погони Веста дважды проехала на красный сигнал светофора, а на одном из перекрестков машина и вовсе врезалась в фургон. И к другим авариям. Два человека погибли в результате сильного столкновения Соляриса и Креты в Юрьянском районе. Больше информации об этом и других ДТП за выходные в нашем обзоре. Это произошло 21 апреля в 23.20 на трассе Вятка в Юрьянском районе. По предварительным данным столкнулись Хёнде Солярис и Хёнде Крета. В итоге погибли два человека. 30-летний водитель легкового авто и 62-летняя пассажирка кроссовера. Водитель Креты получил травмы. Медики оказали мужчине помощь. На Победиловском тракте столкнулись три автомобиля. Две «Лады Калина» и «Хёнде Солярис». В этой аварии пострадала 36-летняя женщина-водитель иномарки. Она обратилась за медицинской помощью. В Кирово-Чепецком районе на втором километре дороги Киров-Советск-Посегово произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. Мотоцикл «Хонда» столкнулся с Киа. В этой аварии травмировалась 32-летняя пассажирка-байка. В Яранском районе на дорогу выбежал лось, и его сбил 40-летний мужчина за рулём москвича. Водителю пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Сергей Пичугин, место происшествия. Ну а теперь топ народных видео. Очень резкий манёвр водителя «Калина» закончился аварией на улице Ломоносова. Тарапыга на «Ладе» пытался проскочить налево, но не заметил встречный BMW X5. Чё ты, б***ь, творишь-то? Откуда такая уверенность? Непонятно. Вряд ли солнце ослепило водителя-внедорожника, который устроил ДТП на улице Деповской. Он выезжал со второстепенной дороги, не посмотрел налево и перекрыл путь 14-й модели ВАЗа. В пятницу и в выходные проехать тот перекрёсток было непросто. То участники ДТП блокируют дорогу, то дорожники меняют асфальт. Неспроста вооружился видеокамерой велосипедист из Кирова. Он как знал, что автолюбители будут его подрезать сначала на улице Ленина. Водитель Ниссана повернул так, что едва не получил удар в крыло. Затем в слободе Корчёмкина водитель грузового Мерседеса мог запросто переехать в велотуриста. Последнему пришлось вернуть на обочину, чтобы уцелеть. Нет! Автовладелецам пора привыкнуть, что с наступлением тепла на дорогах стало больше участников дорожного движения. Беспардонно проехал красный сигнал светофора по обочине водитель ландровера на советском тракте. Только наши подписчики и телезрители хорошо разбираются в том, куда же спешил так нарушитель. Ну, явно не на просмотр художественного фильма. В неудобную ситуацию попала автоледи на перекрёстке улиц Подгорной и Жуковского. Женщина на черре решила повернуть налево со встречной полосы и даже не предполагала, что очевидец станет разворачиваться и выскочит ей, что называется, в лоб. Ты что, на встречку-то едешь? Едешь, объезжай. Зачем обнадели? Зато впредь будет внимательнее. И на этом у нас все. Отправить ваше видео можно, как обычно, по этому номеру телефона через мессенджеры или с помощью электронной почты. Остерегайтесь телефонных мошенников. А если вы увидели пьяного водителя, звоните в ночной патруль 45 50 02. До свидания.